Я думаю, мой командир все рассказал. Я хочу просто пожелать присутствующих в этом зале, очень радуюсь, что много молодых людей, которые болеют небом, болеют авиацией, болеют тем делом, которое они выбирают или выбрали уже в жизни. То есть, находясь в этом здании, вы помните, что тот труд, который мы сейчас видим по телевизору, по новостям, то, что летают самолеты, летают ракеты, сидят в них такие же люди, которые находятся в этом зале. У них была такая же мечта в детстве, наверное, которая присутствует в ваших главах сейчас. Будьте достойны своему делу, имейте мечту, воплощайте ее в свою жизнь, чтите традиции своих ветеранов, не забывайте их. Всего вам хорошего и чтобы ваши мечты воплотились в жизнь. И все у вас получится, наша Россия будет самая лучшая в дежуре в мире. Спасибо, Александр Сергеевич. Глядя на вас, глядя на те кадры, которые были сегодня в самом начале, сегодня, конечно, с гордостью можно сказать о том, что небо России в надежных руках. И мне очень хочется пожелать вам, чтобы все-таки у вас были только показательные полеты и учебные. Потому что никогда, и особенно тем, кто сидит в зале, не пришлось слышать боевой вылет. Потому что даже глядя на тот кинофильм, о котором мы уже с вами вспомнили, в «Бой идут одни старики», это очень страшно. Дай Бог, чтобы вы, те, кто сидит в зале, действительно, если вы вдруг выберете свою профессию небо, или море, или землю, в защите. Чтобы никогда вы не слышали боевая тревога. А учебных пусть будет побольше. У нас есть за столом, здесь присутствует этот гордий полковник, который пришел не с пустыми руками, а с гитарой. Я так понимаю, что мы сейчас должны услышать песню в вашем исполнении.